Сидели, обсуждали с женой, чтобы подарить дочке на день рождения. Планшет есть, ноутбук тоже есть, игрушек да тоже полно. Вспомнили, что в последнее время часто мелькают видео с тем, как дети взаимодействуют с голосовыми помощниками Siri, Google Ассистент, Alexa, ну и из русских разработок это Алиса и Маруся. Начали гуглить информацию, какие ассистенты работают у нас в Эстонии из русских разработок. Нашли информацию, что Алиса работает у нас, и об этом поговорим в конце видео поподробнее. Дамы, господа, всех приветствую. Давайте посмотрим на комплектацию, спецификацию и небольшим опытом использования Яндекс.Станции Мини 2 с часами. Присаживайтесь поудобнее и поехали. В комплектацию у станции входит сама колонка, блок питания, симпатичные наклейки и краткая инструкция, ну и конечно же сама Яндекс.Станция с Алисой. Блок питания выдает 15 вольт и 1,2 ампера. Кабель имеет длину 1,5 метра и разъем DC-джек, что не дает возможность ставить его на стандартный разъем Type-C. Но с другой стороны это стационарное устройство. Данные Яндекс.Станции Мини 2 имеют два вида исполнения, след экраном и без него, а также четыре варианта оформления цветов. Синяя, синий сапфир. Красная, красный гранат. Белая, белый опал. И как в нашем случае черная, черный оникс. На корпусе используется тканевое покрытие, которое было в первом поколении. Это смотрится очень приятно и красиво. Нижняя часть корпуса прорезинена, для того, чтобы она просто-напросто не соскользнула. А сверху приятный наушный пластик, на котором разместились три кнопки. Это громкость, плюс-минус четыре отверстия микрофона и кнопка Алисы. Она отвечает за паузу, воспроизведение, вызовы Алисы. Также эта панель сенсорная, она отвечает за промотку песен. На торце сзади находится порт для подключения зарядки, разъем для 3,5 джек, чтобы подключить дополнительную акустику, а также кнопка отключения микрофона, которая размыкает питание на плате физически. Спереди в этой итерации колонки появилась версия, у которой спрятан под тканевым подкрытием LED-экран, с помощью которого можно просматривать время, узнавать температуру на улице, следить за таймером и наблюдать за анимацией реакции Алисы. Также есть возможность настройки яркости экрана, как автоматическая регулировка яркости, так и ручная с отключением автоматической. Яндекс-станция мини без LED-экрана лишена данных функций. Кроме встроенного LED-дисплея, колонка получила улучшенный звук. Теперь против старых 3 Вт появилась более мощный динамик мощностью 10 Вт. Алиса, включи музыку без авторских прав. В новом поколении также появилась поддержка Wi-Fi с частотой 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Любимая музыка звучит чисто, что позволяет выкручивать на максимум и не будет никаких хрипений и прочих вещей. Однако рассчитывать на премиальное звучание и глубокие басы не стоит. Колонка может служить отличным фоном в любой комнате. Получилась отличная колонка для кухни, детской или фонового прослушивания музыки со встроенным голосовым ассистентом. По умениям Алисы, а также из своих кейсов использования, это просьба рассказа сказок, запуска игр, включение будильника, таймера, ну и конечно же запуск музыки как детской, так и обычной. При запуске музыки с матами Алиса предупреждает перед началом воспроизведения. У Алисы также можно спросить погоду, рассказать новости, рецепты. Есть функция мультирум, с ее помощью можно воспроизводить один трек на всех Яндекс.Станциях одновременно. Единственное условие, они должны находиться в одной Wi-Fi сети и авторизированы под одним аккаунтом. После нужно дать команду Алиса, включи музыку, везде. Все, композиция будет одновременно воспроизводиться на всех станциях. Например, одну колонку можно поставить в гостиную, вторую на кухне. Также есть функция звонка с телефона на колонку или с одной колонки на другую. Это полезно, когда кому-то в большом доме или в квартире надо сказать, чтобы он подошел или что-то у него спросить. Как я говорил ранее, станция оснащена четырьмя микрофонами, которые работают молниеносно и без замечаний. Не нужно как-то кричать и даже убавлять громкость колонки. При необходимости с ней можно общаться даже шепотом и получать аналогичный ответ. Микрофоны максимально чувствительны, за счет этого Алиса всегда отлично понимает. А ее искусственный интеллект отлично справляется со своими задачами. Алиса, как дела? Пока не родила ваши как? Хорошо. Это хорошо, как лето. А ты можешь говорить нормально? Я говорю нормально. Как ваша погода? А ты можешь говорить шепотом? У меня есть режим шепота. Это тихий режим. Если вы говорите шепотом, я отвечаю также на умных колонках и в приложении Яндекса. Спасибо. Теперь поговорим о том, как же авторизироваться в системах Яндекса, а также привязать Яндекс.Станцию к своему аккаунту. Все достаточно просто. Для того, чтобы авторизация работала в Яндекс.Системе, вам всего лишь потребуется рабочий VPN-сервис с выбором сервера на Россию. После чего все авторизации Яндекса заработают и сможете подключить Яндекс.Станцию к своей учетке. Давайте подведем итоги. В общем, если вы хотите иметь в доме хорошую автономную колонку, которая может по вашей просьбе включить музыку, поиграть с ребенком или разбудить вас в нужное время вашей любимой музыкой или той музыкой, которой вы хотите, это устройство для вас и для вашей семьи. Я надеюсь, что видео было полезно для вас. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там всегда на связи. Можем пообщаться, обсудить что-либо. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.